Девушки отдыхают Женя у нас и художник, и режиссер Но я предпочитаю, когда человек сам рассказывает о себе Я знаю, что совсем недавно Женя у нас выиграла приз Пожалуйста, Женя, расскажите, что это за конкурс И что это было, и вообще, как это все случилось Пожалуйста Большое спасибо, Люда, за комплименты Здравствуйте, дорогие радиослушатели Ну, конкурс, которым мой фильм победил Ну, да, взял первое место Это категория Media Arts В международном фестивале Это, как он называется по-английски International Women Media Arts and Film Festival То есть это, ну, у нас есть такая кинокомпания Sign West Которая находится в Сиднии Сплавлена в Сиднии Она как бы находится под государственным попечительством То есть государство отпускает деньги Поэтому это non-profit organization, так скажем И она, по-моему, представляет либо восемь, либо девять фестивалей И все международное Ну, я была вот года два назад на одном из них И где мой фильм был выбран Как это official selection называется Для показа И уровень этих фильмов Меня просто убить Просто настолько потряс Что я просто не ожидала даже Что я смогу вот увидеть Здесь в Австралии такие фильмы Ну, фильмы, конечно, со всего мира были Там и из Европы И из Южной Америки То есть, ну, в общем, со всего мира И очень-очень высокий уровень Они держат Так что, ну, к сожалению Поскольку это не non-profit organization То денег у них не так много Поэтому, в общем, у них только в дипломы Денежных призов на этих фестивалях нету, по-моему Ну, даже на ней так важный тыквы будет приз Важный будет самоучастие и победа Женя, я знаю, что вы в прошлом году 2014-го у нас были в Каннах На Каннском фестивале Расскажите вот хотя бы немного об этом фестивале Ну, в общем, ну, знаете, как бы бывает Что вы что-то себе представляете Какое оно такое прекрасное все И в реальности оказывается все, ну, как бы более облеклое Но вот с Канном такого не произошло Это совершенно сказочный город во время фестиваля То есть там собираются люди, относящиеся к кинобизнесу Разные-разные из всех стран Это огромный киномаркет Куда люди привозят, в общем, картины, свои фильмы И, в общем, он, наверное, считается самым престижным фестивалем в мире Потому что даже вот американцы, которые признают, в общем-то, только свои фестивали Туда привозят свои фильмы, потому что просто там очень много покупателей И очень много дистрибьюторов И, в общем-то, им тоже, оказывается, это выгодно быть на Канском фестивале А вот когда вы там говорили, там сколько было фильмов представлено в общем Такое количество, если вы интересовались Там, я не знаю, в общем, там в Канском фестивале Он как маленькое государство Там несколько платформ Ну, самое, конечно, престижное, это по Аль-де-Орту, что вы знаете И там обычно немного фильмов Там, наверное, где-то, ну, 10-15 Фичур-фильм, которые больше часа И короткие фильмы, тоже где-то 15 Но поскольку там есть разные вот Ну, подфестивали, скажем, или разные платформы Там, как Рисит, я знаю А потом вот эта платформа, в которой я участвовала Аль-Ив, это арт-фильмы Вот у нас, например, было около 80 фильмов Но фестиваль длился 7 дней То есть каждый день вот ты смотришь, ну, где-то по 20 фильмов Я хотела сказать, а сколько вы фильмов пересмотрели? 20 фильмов, поэтому вы сидите Как? Как возможно Женя, вот мы с вами знакомились уже много-много лет назад, да? И мы знакомились, я с вами, в частности, знакомилась как с художником И вот сейчас вот вдруг у нас вот режиссер И я знаю, что у вас есть режиссерское образование А вот кем вы больше себя чувствуете? Художником или режиссером? Ну, я думаю, что одновременно Потому что я снимаю в основном арт-фильмы Это очень тесно связано Потому что вот я в то время, когда была только художником Я как раз разрабатывала Ну, как бы картину как кадр То есть у меня каждая работа – это кадр И вот я работала в течение 15 лет Чтобы, ну, прийти к тому, что можно, наконец, выражать То, что я не могу выразить статичным образом Как картина или диджитал-артом, скажем А могу выразить только через кино Через движущийся образ А вот ваши фильмы, они о чем? В частности, которые вы возили в Камы Вы говорите арт-фильмы А это какого рода арт-искусство? Ну, это ближе всего Вот фестиваль, на который я посылаю Ближе всего к этой тематике Я думаю, вот этот ави в Каннах И экспериментальные фестивали Потому что это вот как бы экспериментальное кино И вот фильм, который я туда возила Это «Оранжевый сон» Он, ну, про сон Но для меня главное было Как бы сказать, с моего креда Я пытаюсь передать чувство Какое-то такое неуловимое Или какую-то мысль Или... Это вот, это про сон женщины Или мужчины Или как бы вот То есть, вот... Для меня главное было передать Ощущение сна Чтобы человек, когда видит фильм Он как бы находился, что ли Или вспоминал свои сны Вот это вот ощущение, которое... Ну, да, вот Это моя цель Странное ощущение, что бывает иногда спишь Потом проснулся И потом оказывается, что ты еще спишь И потом опять проснулся Лена, а ты видела этот фильм, да? Нет Поэтому у тебя такие вопросы А ты видела? Да, видела И неоднократно видела Я обязательно посмотрю его Потому что как-то вот честно Даже не слышала о таком фильме В принципе, мы интересуемся арт-климатографом Но вот как-то не прошло Вот, не заметила, к сожалению Ну, я вам оставлю данные Там, где посмотреть То есть, на ютубе есть все фильмы Вот, которые я вы... Ну, выставляла И вот скоро должен выйти еще один фильм Вот он заканчивает Свою постпродакшн стадию, так скажем Звуковую Вот мне известно, что человек творческий Он не везде может работать Даже не в каждой стране Я знаю, что вы в течение нескольких лет, Женя Жили в Америке И как вот вы ощущаете, где вам лучше творилось? Здесь или в Америке? То есть, в Австралии или в Америке? Ну, и скажем, в России Это вы тоже там начинали Ну, лучше всего, конечно, в Австралии Потому что, надо сказать Ну, учитывая всякие технические вещи Так вот, по поводу солнечного света Ну, вы знаете, лучше всего снимать, когда много солнца Это и для фотографов, и для художников, для всех Так вот, из-за того, что в австралийском солнце Очень высокий процент ультрафиолета Это каким-то странным совершенно образом Сказывается вот на, ну, диджитал-носителях На видео, ну, на всем То есть он дает какой-то вот такой специальную яркость, что ли Я не знаю, как это объяснить Но такого цвета, который получается Снимая здесь, я нигде не видела А вы снимаете именно вот в Квинсленде, в Бризбоне Или в других штатах тоже? Да, только здесь Женя, а что касается вообще картин то же самое Вот здесь более плодотворное место в Австралии, нежели в Америке Ну, я в принципе считаю, да Что, во-первых, цвета сами очень яркие Там, где мы были, правда, тоже, ну, не знаю Но мне как-то в Австралии, не знаю То ли спокойнее, что ли, то ли Ну, я не знаю, как это получилось Но мне нравится больше работать в Австралии Потому что, ну, хотя вот я американское кино люблю Они очень высокие профессионалы Но, как бы... Насколько мы знаем, все американцы учились по Эйзенштейну делать раскадровку Так что они, в принципе, учились у лучших людей, в общем-то Потому что это считается вообще такой классикой, они полностью это используют Но все киношколы обязательно изучают Эйзенштейну И, насколько я знаю, они по сравновку кадра, они все делают по Эйзенштейну Да А вы вот часто посещаете какие-нибудь конференции или там... Проходят ли у нас конференции по арт-кино и кинематографу в Брисбене, например Или вы выезжаете куда-то? Нет, я вот в последнее время, ну, это связано со здоровьем Я вот после КАМ никуда не ездила Ну, если у меня будут силы там и, в общем, возможности То я, конечно, буду ездить на фестивали, куда там меня выбьют Это самое хорошее место для обмена и для встреч с новыми людьми Может быть, спонсорами и так далее Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...